Добрый день! Мы находимся в Тамбовской области, в Петровском районе, в хозяйстве Алексея Гриднева. Алексей, расскажи немножко про себя и про свое хозяйство. Чем вы занимаетесь? Наше хозяйство ведет свое начало с 1991 года. Нашему хозяйству почти 30 лет. Мы занимаемся профильно двумя культурами. Это сои и кукуруза. Сои мы занимаемся семеноводством. Высокопротеиновые сои фирмы Rush Simmons. Вы нас сегодня посвятили, я думаю, не случайно, а именно ради того, чтобы продемонстрировать свой новый продукт АТУВА, свой новый инокулянт. Поговорим о целесообразности проведения инокулянции и экономической выгоде этого процесса. Алексей, действительно, мы приехали к тебе не случайно. Стоит отметить, это важно, что ты становишься, стал первым обладателем, счастливым обладателем инокулянта АТУВА в России. Всегда приятно быть первым. На самом деле, Василий, приятно за ваше внимание, что вы предоставили машину для обработки семян пикола. И уже с вашими совместными препаратами мы делаем тему для себя и своих клиентов. Алексей, спасибо за хороший отзыв. И, наверное, начну с вопроса. Хотел тебя спросить, какой смысл инокулянции вообще ты видишь? Зачем она нужна и видишь ли от этого профит? На получение трех тонн урожая, то есть хорошего урожая, нам понадобится где-то 160 килограмм по действующему веществу азота. Это полтонна аммиачно-селитры. Удобрение, как ты знаешь, сейчас очень сильно подорожало. И вопрос применять полтонны за бешеные деньги или потратить сущие копейки, как я считаю, на обработку семени. Это разные вещи. Тем более, минеральный азот, он несравним с тем биоазотом за счет того, что образуется на корнях клубеньковой бактерии, азотофиксирующие. И это польза и для последующих культур, в отличие от минерального азота. Плюсом к этому идет удлинение вегетативные периоды, набор другой биомассы. То есть семена, масса тысячи семян, она больше. Показатели всхожести и энергии, они совершенно другие, нежели чем семена, которые не обработаны инокулянтом. Ну и самое главное, если вы не сеете высокопротеиновую сою, вам в любом случае за счет чего-то надо нагонять этот протеин. Я думаю, Атува это будет одним из способов это сделать. Алексей, спасибо за подробный ответ. Начну со следующего. Тогда скажи, почему именно инокулянт Атува? Инокулянтов на рынке представлено много. Это и импортный производитель, и русский производитель пытается сделать свою бактерию. Но ваш препарат оппозиционируется как самый высокий титр в своем классе. То есть это 20 миллиардов бактерий. Да, все верно. Плюсом вы гарантируете 2 года сохранность своего препарата, эффективность. Многие конкуренты это дают срок в год. Поэтому тут ваши преимущества. А как поведет себя это все в поле, мы увидим на своем примере и примере своих клиентов. У меня такой вопрос, Алексей. А что для тебя является критерием хорошей обработки семян? Это возьмем и протравку, и инокуляцию семян. Критерием прежде всего является меньше травмировать семя. Ты можешь привезти в хозяйство качественное семя, а за счет машин, которые привыкли использовать для протравки пшеницы, ячменя, ты не получишь результата. Ты получишь травмированность семян. Соответственно, заселишь в микротрещины еще больше бактерий вредных, которые помешают дальнейшему развитию растений. Машина должна быть профессиональной, как мы убедились с этим годами. Она должна соответствовать критериям идеального нанесения рабочего раствора на поверхность семян. Однородный цвет покраски. И, как правило, мы убедились за это время работы с вами, что ваша машина соответствует этим параметрам. Опять же, спасибо, Алексей. А какие препараты ты еще используешь помимо инокулянтов для обработки своей сои? В этом году мы пошли по пути вашей технологии Cruiser Max. Это используем Maxim Advance, трехкомпонентный новый препарат. И сам непосредственный инсектицид Cruiser, потому что, так как насыщен у нас севоборот сои, многие вредители присутствуют, что в почве, что очень большая проблема сейчас ростковая муха. Во многих регионах это и черноземья касается, и луга касается. Поэтому темитоксан, наверное, один из самых эффективных будет. Плюс он же работает больше еще и как старт изначально в стрессовых условиях, да? Потому что все любят сою сеять рано и попадать на возвращение морозов, холодов или переувлажнение почвы. Тут ваши препараты ведут себя лучше конкурентов. Да, согласен. Смотри, Алексей, так назовем, проявляется физиологический эффект на растение. И он видимый. Да, да. Мы его все видим, но потом уже тужим, что не сделали вот это, а вот это, а уже поздно. То есть, применяя данный продукт, ты увидел результаты, да? Конечно, конечно. Особо этот продукт, как я и сказал, проявляется именно в стрессовых условиях. Алексей, ну тогда, наверное, задавай вопросы мне. Да, наверное, поменяемся ролями. Наверное, поменяемся ролями. Перейдем к тем вопросам, которые интересуют и меня, и часто мне задают мои клиенты вопросы. Василий, многим моим клиентам, да и мне в том числе, будет интересно узнать, сколько штаммов применяете вы при изготовлении своего препарата? Алексей, в препарате АТУ используются два штамма бактерий, бродиризобиум и японикум. Эти штаммы привели себя как наиболее эффективные и устойчивые к условиям окружающей среды. То есть, они способны выжить в достаточно сложных ситуациях. А что именно сложно для бактерий? Это, естественно, бактерии. Что для них является опасным? Это перепады температуры. От как низких температур, так и до высокой температуры. Влажность, наверное. Да, естественно, тоже и влажность. От переплат влажности. То есть, наши штаммы способны выживать также и в сухих, достаточно сухих почвах. Многие клиенты спрашивают про совместимость фунгицида. Мы с тобой затронули этот вопрос с инокулянтом, да? И как падает титр бактерий, если мы используем одновременно фунгицид? Смотри, Алексей, совместимость инокулянта вообще, в принципе, всех, не только инокулянт АТУА. Зависит от нескольких факторов. Например, если мы говорим с тобой про инокулянт АТУА, он совместим со всеми препаратами компании Сингенты. То есть, в формуляции этих препаратов нет опасных ингредиентов для данных бактерий. То есть, он абсолютно безопасен. Да, он безопасен. Ваш фунгицид для любого инокулянта, неважно, это будет АТУА или другой какой-нибудь ингредиент. Да, он безопасен. То есть, в составе данных препаратов нет агрессивных веществ. Василий, значит, следующий вопрос заключается в том, многие спрашивают, за счет чего так долго живет бактерия? То есть, объясни. Смотри, Алексей, бактерии способны жить наиболее эффективно в субстрате. То есть, ей необходим субстрат для питания, чтобы она хранилась. Питательная среда. Это живой организм, то есть, это биопрепарат. Ей нужна питательная среда. И, к примеру, наши бактерии, наши штаммы бактерии способны сохраняться на семени, не меняя титр, не падая концентрация, около трех недель. То есть, сам инокулянт на складе может храниться около двух лет. То есть, мнение и рекламные буклеты других производителей, что мы держим штамм до 90 дней, может, они и держат штамм. Но вопрос какой, да, к концу этих 90 дней истечения? Да, то есть, знаешь, здесь как, действительно, бактерия может сохраняться и 90 дней, и 100 дней, и больше этого времени. Ну, то есть, вопрос, будет ли это эффективно. Бактерия может остаться, но это не будет эффективно для хорошей качественной инокуляции. Все зависит от pH почвы будет вашей, да? Это даже зависит от количества бактерий, которые способны инокулировать сою. То есть, бактерия может остаться как 100 тысяч, а так и 10 тысяч. Но этого не будет хватать для хорошей инокуляции. Полноценного симбиоза. Василий, бетует мнение у многих тоже производителей, что этого протектора питательной среды должно быть ровно столько, сколько инокулянта. Вы оппозиционируете себя соотношение 2 к 1. Достаточно вашего премакса будет для жизни от UV 2 литров? Смотри, Алексей, отвечу на этот вопрос, что наш протектор премакс, его, в принципе, некорректно сравнивать с другими продуктами, потому что это другой препарат, в принципе. И его вполне хватает, чтобы бактерия прокормить, что из себя представляет протектор премакс. Это, по сути, субстрат, который бактерия себя чувствует хорошо, и он позволяет ей дольше просуществовать. И данное количество достаточно, чтобы бактерии наши не меняли титр в количестве 3 недель, ну и более. Василий, еще бытует очень интересный миф о том, что заселив однажды почву биотой бактерий, эта бактерия остается там на миллионы лет, и дальнейшая инукуляция, второй год или превозвращение на этаполь через 2-3 года, не имеет смысл. Так разве мифы – это маркетинговый ход, продавать каждый год бактерию, или это эффективно и оправдано на самом деле? Ну, знаешь, по поводу миллиона лет я бы был не уверен. Что здесь хочу сказать. Действительно, бактерия, попав в почву, она может сохраниться. То есть, после инукуляции, да, но опять же, здесь вопрос, да, бактерия осталась, но хватит ли количества этих бактерий, чтобы, то есть, следующая соя, которая попадет у нас в почву, да, была инукулируема, то есть, вступила в симбиоз с этими бактериями. Ее просто попросту не может, может не хватить этого количества бактерий. И количество бактерий в почве имеет свойство снижаться. То есть, с годами. С годами снижается, да. Так же, как и питательная среда заканчивается для бактерий, так же эффективность в почве тоже. Здесь вопрос в том, что это не аборигенные виды. То есть, например, в Приморском крае у нас есть аборигенные виды бактерий, как раз бродиризобин, которые способны... Они там и как бы исконные были. То есть, а эти бактерии, они, в принципе, работают один сезон практически. Они могут сохраниться, но биота со временем уже, там, которая уже была всегда, она как бы их количество немножечко подъедает. Понятно. Ну, в принципе, это были все вопросы, которые меня интересовали и моих клиентов. Спасибо вам за машину, спасибо вам за ваши качественные препараты. Увидим все в поле и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Алексей, спасибо тебе огромное, что потратил свое время, что позвал нас. Надеюсь, данный продукт оправдает все твои ожидания. И ты нас позовешь в следующий раз, и мы уже снимем новое видео с новым препаратом. И желаю тебе хороших урожаев. Спасибо, приятно с вами на работе.